Не прошлое. Вот так парадоксально называется действо, открывшееся в культурно-выставочном комплексе Ботанические оранжереи Музея-Заповедника Архангельское. По уже сложившейся традиции, выставка объединила в себе работы мастеров ушедшего времени и настоящего. Это выставка, собственно, с одной стороны для молодежи, с другой стороны, в общем-то, для широкого круга посетителей. Это разговор, это возможность поговорить о том, какие личные истории человека связывают с глубиной наследия, с глубиной прошлого. Это всегда, во-первых, важно, во-вторых, очень ценно, когда человек начинает чувствовать, что он не такой, знаете, перекати поле без корней, а листочек на огромном могучем древе. Я думаю, что когда человек такой переживает, это всегда очень важно. Более 50 разноплановых арт-объектов, 15 современных авторов, вдохновленных народными, историческими, религиозными мотивами, образовали пестрый хоровод вокруг ядра выставки фотографий конца 19-го, начала 20-го веков. Картинки из крестьянской жизни, запечатленные основателями русского фотографического общества, редко покидают стены мультимедиа-арт-музея. Рядом с работами, которым более 100 лет, коллажи фотомастеров поколений Анастасии Орловой, созданные специально для этой выставки. Для меня очень радостно, что то, что делал мой отец, я смогла продолжить в сегодняшнем дне, в сегодняшнем, как бы, современном мире. И из-за того, что то, чем он занимался, трансформировалось теперь в мое искусство, и это уже нельзя назвать прошлым. Для меня это уже не прошлое. И поэтому в этих коллажах модель, девушка, она символизирует меня, и фотографии отца вписаны в эти фотографии. И, получается, с помощью коллажа я как бы докрутила эту уникальность и необычность как-то в сегодняшнем дне. Графика и фото, керамика и резьба по дереву, дизайн костюма и оформление пространства – здесь все пронизано темой традиции в том понимании, какой ее хочет видеть автор. Благодаря участию в выставке художников группы «Патриарт» увидеть работы непрошлого можно было не только в помещении оранжереи, но и за ее пределами.